Много мне согласна с тем, что сказала Илья насчет демократии. Я все-таки, так сказать, преподаватель, политолог. Тут про демократию можно много чего говорить, но это будет следующая лекция. Это небольшая реплика по поводу того, что сказала Илья. Значит, ну, пусть, я прошу прощения, это все можно было сказать гораздо короче, а именно я цитирую, не помню кого, какого-то из американских президентов. Он сказал, наша, на смысле, американская конституция рассчитана на нравственный и религиозный народ. Она совершенно бессмысленна на безразность. Совершенно верно. И хочу процитировать политика Маши Фейкшена, который сказал, что Израиль будет демократическим только в том случае, если он будет еврейским. Потому что если Израиль не будет еврейским, ему нужно быть тираническим, потому что большинство народа на это не согласны, тогда Израилю придется быть тираническим, он не может быть демократичным. А, совершенно верно. Я говорю, нет, я не согласна про то, что такое демократия, но, так сказать, с тем, что вы сказали, я согласна. И хочу представить Израиля Бринда, пожалуйста. Вот, уважаемые господа, я хочу еще пару слов на счет лимита. Вот, если мне все рассказали, знай, что добавить нужно. Но я хочу немножко раньше их взять. Я приехал давно в Израиль, еще в 75-м году. Я еще застал, когда лимит выселил. И это тот же Алик Шарон, он был министр обороны, и он выселил в время зимита и гурш, это там 17 поселений еще. Я, мне там, и тоже, там за месяц они оградили войска, никого там, и Максаны поставили, армия, и никого не пустали туда. За месяц уже, да, не сидели. Именно. Ну, я за месяц пошел, как раз тогда перед Пасхой было, то я вижу, Максон стрелится в голову. Так я пошел в сторонку, по полу пошел и пошел. Там у меня друг, значит, и был по Харькову, я Харьковича. И я у него прожил, и здесь. Вот, и я там был этот месяц прожил, и там послали, значит, бойска, армию какую-то. В общем, она развожилась, и я так понял, что солдаты не захотели участвовать. Значит, эту армию убрали оттуда, и другую привезли. Своим запретили, наверное, разговариваться, если по семейству. Там, значит, и местные, которые жили, и они получили компенсации, и уехали в город публичный. И там были люди, которые не жили там, молодых, много было. И они решили, чтобы просили сопротивляться. В общем, короче, в один какой-то день ворвались, стали стучать в дверь. И, в общем, выбили дверь ногой, заскочили туда, стали вещи вытаскивать, на машину ложить. И этим все закончилось. До последнего дня там было. И тот же самый Алекс Шарлот. Это прославленный герой Израиля во всех войнах. Я не знаю, что с этим человеком. Или он с ума сошел, или еще что-то с ним случилось. Ну, это было в еврейской истории, немало таких случаев. Вот. И это, просто я сказал, что этот человек и свою навязчивую идею, он и всему народу, он определил всему народу. Вопреки, большинство Израиля было против этого. Против этого населения. Ну, как сказал товарищ, порол. Против этого поролу. И он, в общем, человек с железными нервами. Он сумел поднять под себя всю страну, весь народ. Перед этим почти целый год они это трассировали армию. Они не учили, как воевать с врагами нашими. Они учили, как воевать со своим народом. И в чем заключалась эта подготовка? Они приводили солдат. Солдаток, солдат молодых. И говорили, поводли нам. Вы поселенцы. Вы играете роль поселенцев. А вы солдаты, которые будете усилять. Тех, которые должны были играть роль поселенцев. Они сказали. Там солдатки были молодые. Вы кричите, ругайте, плачьте. На всю катушку протестуйте. А солдатам говорили, а вы не обращайте внимания. Вы выполняете приказ. Обязаны выполнить приказ. И фактически так оно и было. Люди плакали, солдаты. Ну и тащили за ноги, за ноги, в машину. Кидали в автобусы. Я не знаю, что еще. Сказать про это можно много и нечего говорить. Один человек победил всю страну, весь народ. Чтобы этого больше не было, конечно. Он свое получил, конечно. Он 8 лет, его Всевышний даже себе не принимал. Он свое отдал. 8 лет и ни живой, ни мертвый. И чтобы, дай Бог, чтобы этого больше не было, мы должны действительно в Боге учить. Я еще хотел пару слов насчет еврейского государства сказать. Вот и люди, некоторые говорят, надо практически принять закон еврейской характера государства. Но как мы можем принять такой закон, когда Израиль не еврейское государство? Это государство евреев. Евреев, которые ничего не знают про то, про религию. А еврейский характер государства должен быть, чтобы люди соблюдали законы тоже. Законы сейчас, и Шмита допустим. Нельзя евреям работать на земле. Но большинство евреев не соблюдают. Мы не можем дойти в характере русского государства. Не можем. Только можем в крайнем случае государство, где живут евреи. Вот такое. Ну, не все же евреи и иудеи. Нет, это есть. Нет, это есть. Нет, это есть. Да, это есть. Извините, пожалуйста, извините, извините, пожалуйста. Я не знаю, что такое. Переведите, пожалуйста, вашу фразу на еврей. Нет, глобали, иуде, иуде. Да. Да. Да, я еще хотел сказать, конечно. Я хотел своими фантастическими мыслями поделиться. Конечно, для вас это фантастика будет. Но я хочу просто высказать. Извините, конечно. Я считаю, что это то, что произошло, трагедия. Ошибка, трагедия, по-разному говорят. Сегодня вся страна уверена от низу до верху, что это была ошибка. Но что, на любую ошибку надо исправлять. Надо ее исправлять. Как ее можно исправить? Это забрать обратно газу, оккупировать, забрать ее. Вот. Ну, вот там, я не знаю, я зачищаю. Любому добруству. Сначала, не надо завоевывать сначала. Мы не агрессор. Уреги не умеют. Надо предъявить этим бандитам, нацистам арабским, ультиматам, чтобы они сдали все свое оружие. Демонитализировались. Чтобы они сдали все ракеты свои, наши яхты. Если они хотят там жить, чтобы это была демонитализованная зона, а чтобы они изготавливают ракеты, там все, туннели, так это мы не можем этого допустить. Чтобы висел над нами топор. Над нами топор висит. И это, в любой момент, это может ракеты падать на наши дома, убивать людей. Они отвергнут этот ультимат. Им дать 24 часа надо, чтобы они ответ дали на этот наш ультимат. Согласны? Им согласны. Ну, я понимаю так, что они, конечно, посмеются. Поэтому надо объявить, надо им сказать, что мы, если вы не приняете наше предложение об инвентаризации, мы вам полную блокаду объявляем. Что это значит? Полностью закрыть все переходы, отключить струбильник электричества, ни одного рамбоэлектричества, ни одного литра воды, ничего им не давать. Пускай подышали там. Потому что... Вот. Это в Кокосе-Кокосе, в Кокосе, в Кокосе, в Кокосе, в Кокосе. Поток, самое заключительное, кстати, надо оккупировать это. Все, все, газ, просто газ. И воевать не так, как наши, когда сточаса в двери спрашивают, а тут есть ли женщины и дети? Пожалуйста. И получают пуль в затылку. Надо захватить газу, применить все наше оружие, что у нас есть. Захватить за одну сутку, захватить всю газу, раскачить их, оккупировать. И не считаться, что наши командиры должны следить, чтобы не было потерь среди наших солдат. Как это сделать? Чтобы не было потерь. Надо, пускай лучше погибнет тысяча арабов, чем один наш солдат. И не надо наплевать на все давление, которое будет на нас оказано за границей. А давление будет громадным. И блокаду нам объявить, и что угодно. Но мы должны быть вовремя, где-то затачивать. Это значит, весь мир будет стоять на ушах. И надо сразу же закон сделать, как на голландских высотах. Что это наша земля. Это часть надевого и губи, колено и губи. Это наша земля. А их надо погнать на сенат, всех этим бандитам. Там нет умирных граждан. Они все бандиты. Дети – это будущие убийцы. Женщины, которые родили этих убийств. А старики, которые были бандитами, убийцами. Так что никого жалеть не надо. И губикам тоже не надо жалеть. Пускай берут на сенат. Извините, я вам свои просто не зацепил.